Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в научном кафе «Эврика». Научное кафе «Эврика» — это совместный проект общественного фонда «Академгородок» и арт-клуба «Никуда». Честно говоря, мне кажется, что сегодняшнего нашего гостя представлять особо не нужно. Большинство присутствующих уже к нему подошли, уже выразили свое восхищение и радость от того, что он у нас сегодня в гостях. Поэтому я просто передаю слово Александру Сергеевичу Графодатскому. Давайте поприветствуем. Здравствуйте! Ну, начну я на самом деле не со своего доклада, а с такого замечательного кусочка из фильма. Это, как скажем, но обычно, когда выступает звезда, перед ней на разогреве, на подтанцовке выступают менее значимые. Вот я выставляю перед собой Леди Гагу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Собились бы участвовать? Обязательно И, собственно, я приступаю к своему докладу До этого вы видели, как работают в любой Подчеркиваю, в любой молекулярно-биологической лаборатории В настоящее время это без разницы, где она будет располагаться В Китае, в Америке, в Англии или у нас И думы одни и те же у молодежи, и мечты одни и те же И развлечения, собственно говоря, одни и те же И поэтому, когда появился этот клип А он появился, наверное, где-то с месяц назад Вот молекулярно-генетическое сообщество буквально взорвалось от восторга Поскольку все в нем показано И что представляет настоящая лаборатория? Это уже китайское занятие исключительно Иногда бывают там американские шефы или английские какие-нибудь Но основной состав, это, конечно, китайский Про Китай мы потом немножко дальше поговорим Вот, собственно, я так по-научному обозвал тему своего доклада А рассказывать вам буду в основном, конечно, про свою любимую зоологию В детстве вы наверняка читали Альфреда Брэма «Жизнь животных в том или ином виде» Но это были, как правило, адаптированные сначала советские, потом российские издания И это не настоящий Брэм Настоящего Брэма, и вот то, что у него написано изначально Читать очень интересно Его всегда волновали насущные вопросы Кто, например, сильнее, медведь или тигр? И чтобы это выяснить, он их саживал вместе Помню прекрасное описание у него о том Как что будет, если петуха бросить куницы? Кончалась эта вот длинная история тем, что Причем петух дрыгал ногами Вот И основное описание у него Вот в Африку, в такое-то место Вдруг в кустах услышал Мне еще там шир-шир-шир, пыр-пыр-пыр Я схватился за свое верное ружье Это животное чудесное оказалось в моей, наконец-то, коллекции Больше его в этом месте никто, этот вид, не видел Вот Ну, я считаю себя последователем Брэма И, собственно, действую точно так же Вот, когда начинаешь общаться с какими-нибудь коллегами на Западе Или бывшими нашими, всегда настает вопрос Вы чьих будете? Вот И все указывают, у кого учились, кто их родоначальник Наш общий родоначальник, как для российских эволюционных генетиков Так и для американских, собственно, один человек Это Феодосий Григорьевич Добржанский Здесь его фотография 1925 года из Петрограда И после этого он уехал в Соединенные Штаты Стал Теодозиусом и потерял одну букву в фамилии Это автор синтетической теории эволюции Ну, он Наш общий учитель, и когда общаешься с американцами Какое ты отношение имеешь к Добржанскому? Ну, вот я себя отношу к внукам Поскольку И к российской ветви Ну, есть у него огромная американская ветвь Всех, кто занимается геномами Всех, кто занимается хромосомами Так или иначе связаны с именем этого великого человека Ну, к его характеристикам должен еще обязательно добавить то, что Как очень крупный биолог и обязательный эволюционист Он был глубоко верующим человеком И каждое утро начинал с православной молитвы Вот его ученики отчасти российские, отчасти американские Часть из них и мои учителя Или хорошо знакомые по Америке люди Я Представляю ту область изучения геномов И, пожалуй, она единственная Когда мы видим геном целиком А геном целиком – это хромосомы Еще помню то золотое время Когда мы могли изучать только Посчитать только число хромосом И посмотреть их морфологию Вот это индийский олень Мунджак, у которого 6 хромосом Это так называемая вискашная крыса У нее больше всего среди млекопитающих хромосом 102 Это наша сибирская косуля У нее помимо хромосом основного набора Есть добавочные хромосомы Страшно забавная структура Но об этом зверь – это слепушонка И о необычной системе полуопределения Мы потом поговорим Может быть, подробнее После того, как Исследование только числа Хромой морфологии хромосом Многие из них мы не могли Различить между собой И появились методы Так называемой дифференциальной окраски Каждая хромосома стала полосатенькой Мы их могли разложить на пары После этого мы могли Использовать это уже работы В диагностике всевозможных патологий У человека и животных В том числе и при онкологии А главное – смогли приступить К картированию уже непосредственно генома А это значит картирование Каждой отдельной пары хромосом В то время мы проводили Простые сравнительные исследования Это можно было делать Только для видов В достаточной степени близкородственных Ну здесь собака И енотовидная собака И перестройки хромосом Какие между их геномами есть Ну за это время Накопилось довольно много материала По дифференциальным окраскам хромосом И в 2006 году вышла вот такая Замечательная книжка Атлас хромосом млекопитающих И издание ее организовал Стив О'Брайн Это очень крупный американский Геномик Который стоит как родоначальник Очень многих проектов Вот И видимо с определенной целью Так получилось Что когда стали собирать Что есть в мире Оказалось В общем-то не так много Но больше всего Как оказалось Есть вот именно В нашей лаборатории Здесь в Новосибирске Из 750 видов Для которых есть что-то приличное Где-то 120 Это То, что есть у нас И что меня особенно порадовало Что Самые лучшие картинки По Видам Домашних животных Вот здесь вот Свинья Собака Были сделаны Работы это здесь И они теперь Ваши Они не только Опубликованы в этом атласе Но теперь публикуются Во всех Ну по крайней мере Американских Учебниках По частной генетике Этих Сельскохозяйственных И других Домашних видов Но следующим Этапом И колоссальным Прорывом Была Организация Проекта По секвенированию Генома Человека Для нас Самым существенным Было то Что появилось Колоссальное количество Новых Методов Которые Мы себе Раньше И Представить Не могли Вот один Из таких Методов Это Так называемая Флюоресцентная Инситу Гибридизация Когда что-либо Можно пометить И потом Снова Локализовать В геноме И Вот такой Подход Оказалось Что с помощью Проточной Цитометрии На приборе Который Называется Сортер Можно Каждую Отдельную Хромосому Внутри Генома Положить В отдельную Пробирку И потом Ее Или изучать Или использовать Как пробу Для Поиска Хромосомных Перестроек Патологий Или Гомологий И вот Это Две Лучшие Лаборатории Где этот Сортинг Был Налажен Это Наш Друг Тришо Брайен В Кембридже И наш Друг К сожалению Уже Покойный Гэри Стоун Бывший Морской Десантник И участник Войны Во Вьетнаме Это Фредерик Соединенные Штаты Так И еще Есть Одна Так скажем Ну совсем Маленькая Лаборатория Теперь В Китае Вот эти Три Лаборатории Между Собой Конкурируют Делают С эти Сортинговые Пробы Но так Получилось Что все Три Лаборатории Мои Друзья И в Конечном Итоге У нас Здесь Новосибирске Этих Проб Неизмеримо Больше Чем В каждой Из них По Отдельности И В определенном Смысле Мы сейчас Довольно Таки Монопольно Владеем Всем Этим Ну вот Это Так называемый Проточный Кориотип Или сортированные Хромосомы Специальная Такая Схема Теперь Каждую Так вот Они выглядят Это у человека Это у тумунжака Их можно Использовать Для идентификации Всевозможных Перестроек При хромосомных Патологиях И канцерогенезе Ну и Лучшие Самые Пробы Можно использовать Для сравнительно Эволюционных Исследований Что здесь Вот Показано Две Пробы Хромосом Собаки Одна значит Зелененькая И красненькая Локализованы На хромосомах Норки Здесь Вот они Как располагаются Мы теперь Можем Определить Какие Участки Хромосом Норки Гомологичны Следующим Хромосомам Собаки То есть И набирая Бесконечное Число Таких Картинок Мы начинаем Складывать Пазлы В итоге Получаем Следующие Карты Вот здесь Проведено Сравнение Хромосом Свиньи Собаки Коровы Человека Верблюда Вот И Показана Гомология Хромосом Что Как Какому Участку Какой Хромосом В геноме Другого Вида Находятся Гомологичные Участки Где Они Располагаются Это Дает Нам С одной Стороны Информацию Мы можем Собственно Говоря Информацию С одного Вида Хорошо Изученного Переносить На Мы Мы Собственно Приступили К Эволюционным Исследованием И Изучили Если не все То очень и очень много От самых мелких До самых крупных Вот не так давно В 2008 году Вышел Специальный Том Посвященный Нашим Этим Исследованиям Ну естественно Не только нашим Но и наших коллег Из-за рубежа Вот Вот эту картинку Я делал Специально Для этого номера Мне показалось Что очень удачно Особенно Получился у меня Предок Млекопитающих О чем Собственно Говоря Речь Где-то 66 миллионов Лет назад Господь Бог Решил Что То что он Сотворил Опять Нехорошо И прислал Вот такую Штуку Это Астероид Называется Он В научной Литературе Импакт Фактор Этот Астероид Упал В районе Юкатана В Мексике Вот В результате Все что было Приличного На земле Погибло Из-под Из-за Различных Щелей Коряктом И так далее Вылезла Распоследняя Мерзость Которую Раньше Те же Динозавры Из-за людей Не считали Это были Наши с вами Предки Блекопитающие Вот Ну на самом деле Это не все Это не совсем Так И как говорит Николай Леонидов Добрецов Совсем не так Ну вот Это момент Удара И Мы видим Это филогиния Млекопитающих Мы видим Мы конечно Можем исследовать Только то Что сейчас живет Например Меня Всегда занимал Вопрос Что произошло С геномами Усумчатых После того Как они счастливо Через цветущую Тогда Антарктиду Из Австралии Перебрались В Южную Америку Мы провели Сравнение Этих видов И увидели Что ничего особенного Не произошло Группа эволюционирует Со страшно На геномном уровне Со страшным Страшно медленно Вот Это Наша любимая Группа Афротерий Раньше Что эти Животные родственники Никто не предполагал Это слоны Ну слонов Вы знаете Доманы Которые похожи На грызунов Вот такие вот Дюгонии Ламантины У нас был набор Нескольких проб От этих видов Мы сравнивали Между собой Здесь сравнивается Индийский Африканский Слон С человеком Здесь Локализация Проб Хромосом Слонов Как раз На хромосомах Человека Вот Ну В определенном Смысле Где мы И где Афротерии Но в определенном Смысле Это наш Долг Поскольку Именно наши Предки В свое время Уничтожили Одно Из видов Афротерии Это мамонта И Стеллерову Корову Это уж Совсем Можно сказать На нашей исторической памяти Еще одна забавная вещь При изучении Афротерии Появилось Раньше Вот эти вот виды Это кроты Это ежики Это Землеройки Раньше Их всех Объединяли В один отряд Инсективора Оказалось Что это Совсем Не так Вот эти вот Кроты Они Не родственники Наших кротов Эти ежики Тенреки Они не родственники Наших ежиков Ну соответственно Эти землеройки Оказалось Что они Те же самые Афротерии Вот вы можете себе представить Что вот этот вот зверь Непосредственный родственник Не каких-нибудь наших землероек А слонов Вот И это замечательное Самое Мое Одно из самых Любимых животных Я хотел бы Показать Поподробнее Это так называемый Капский Трубкозуб Вот Когда его Шкуру Привезли Где-то В каком это было В 18 веке Жоржу Кувье Он сказал Что это Величайшая Мистификация Таких зверей Быть не может Лапы Как у крота Уши Как у осла Ну и так далее По полной программе Вот Он Ой Как выяснилось Что он тоже Относится Кафротерием Вот И более того Он интересен тем Что его Геном Его хромосомы Наиболее близки Геному И к хромосомам Предковой Для всех Плацентарных Млекопитающих Ведь У него Меньше всего Перестроек Между геномом Трубкозуба Этого И Предком Млекопитающих Произошло Это наша работа Совместная С Южноафриканцами Англичанами И китайцами Вызвало в свое время Очень большой интерес В газете Таймс Появилась Вот такая вот Картинка Ну там было все Довольно Хорошо Написано О том Что Человек В конечном итоге Геном человека Происходит От генома Трубкозуба Ну в общем По идее верно Хотя и Несколько По журналистски Ну совсем уж По журналистски Написали В газете Правда Всем вам известный Они написали Что Дарвин Перевернулся В гробу Человек Произошел От свиньи Ну вот Следующим Этапом Выделения Млекопитающих Был тот момент Когда Южная Америка Была еще соединена С Африкой В это время Появилась Появилась Группа Неполнозубых Вот эти Самые Друзья Броненосцы Ленивцы И муравьеды И В одной Из своих работ Мы показываем Что да Они Родственники Следующий этап В эволюции Млекопитающих Родственники Афротерий Ну наибольшее Число Работают В нашей лаборатории Именно потому что Наверное Изначально Мы больше всего Изучали хищников Это Работы по хищникам Очень Довольно много Публикаций Ну вот здесь Вот например Показаны Это Очковый медведь И локализация На его хромосомах Проб хромосом Собаки И кошки И Что в конечном итоге Получается Мы определили Те события Эволюционные Которые имели Место В ходе эволюции Всех хищников Ну что здесь Интересно Красная панда Например Не родственница Большой панды Большая панда Это медведь И Ластоногие Это тюлени И Моржи Те же самые Хищники А вовсе Не отдельный Отряд Среди Млекопитающих Ну и Самое Интересное Мое Любимое Животное За которым Я довольно Долго Гонялся И Единожды Даже Держал Его в руках Это Ящер Или Панголин Он оказался Родственником Тоже хищников Можно сказать Их Практическим Предком Забавная история Как мы за ним Гонялись Когда Нам срочно Понадобилось Сделать Панголина И Живот Он В двух Местах Это В Африке В Южной И В Китае В Китае Его добыть Невозможно Поскольку Это безумно Дорогое Деликатесное Мясо И Попасть К ученым Оно не может Поскольку Гораздо Выгоднее Продать его В ресторан И А В Южной Африке Это Предмет Ритуала У негров Тамошних У банту Живущих Которые тоже Ценятся Безумно Дорого Вот И Мы Своих Южноафриканских Друзей Отправили В племена Что по ним Там искали И Китайских Студентов Они встали У заднего Прохода У китайских Ресторанов Китайские Студенты Оказались Проворнее Добыли нам Это животное Вот И в конечном Итоге Вот мы Работу По сравнению Его с хищниками Провели Ну Вот здесь Вот мои Любимые Все собаки Это лисицы Собаки Южноамериканские Африканские И так далее И Все их Родственные Связи Чем Эта группа Интересна Мы к этому Вопросу Еще потом Вернемся Если Например У кошек Довольно Стабильный Кориотип И геном И они Мало Отличаются От того Что было У предка Хищников То У собак Это Катастрофа Это Все Что там Было Целого Порвалось На кусочки По-новому Соединилось И бесконечное Число Перестроек Ну вот Все эти Перестройки Нам удалось Определить И Зафиксировать Так скажем На эволюционном Древе Ну Практически Полностью Изучена Группа Непарнокопытных Это Лошади Зебры Тапиры И Носороги Ну вот Здесь Точно так же Как на собаках Нарисованы Какие Перестройки Имели В эволюции Этой группы Ну в общем-то Ничего Неожиданного Нет Ну вот Есть некоторые Неожиданные Молекулярно-биологические Цитогенетические Вещи При изучении Парнокопытных Оказалось Теперь Эта группа Называется Не просто Парнокопытные А Китопарнокопытные Оказалось Что Китообразные Которые Раньше Не знали Куда Относить Они Прямые Родственники Всех Парнокопытных Более того Они Родственники Ближайшие Бегемотов Ну так вот Себе представить Бегемоту Надоело Сидеть В болоте И он Уплыл В океан И стал Китообразным Ну вот Здесь Вот все Эти вещи Показаны Это И Верблюды Свиньи Вот Киты Бегемоты Ну и все остальные Парнокопытные Примерно Половину От Видов Млекопитающих Это Грызуны И если Некоторые Из Млекопитающих Думают Что это Именно Они Цари Природы Нет Безусловные Победители В эволюционной Игре Это Грызуны А Среди Грызунов Грызуны Мышевидные Это Мыши Крысы Хомяки Там Полевки И так далее Вот Я Не буду Поскольку Это Если Начинать Рассказывать Про Грызунов То Это Можно Делать Лекцию Часов На пять И то Не все Расскажешь Но Вот Это Покажу Только Некоторые Наши Объекты От Самых Естественно Маленьких До Замечательные Животные Практически Домашние В Южной Америке И Всех Их Мы Изучали Ну Таким Образом Мы В настоящий Момент Отметились На всех Эволюционных Ветвях Вот Этого Древа Определили Где Что И как Происходит Прикинули Каким Должен быть Кориотипы Геном У предков Моликопитающих И Конечно Хотелось бы Еще Нечто Более Интересное Делать Ну Как Скажем Выходить Уже На Более Значимые Вещи Ну По крайней мере Думать О них Ну Вот Здесь Я Поскольку Видимо Это уже Возрастное Меня В последнее Время Проблемы Старения Очень Сильно Занимают Проблемы Дряхления Организма И так Далее И так Далее Вот Если Сравнивать Например Как я уже Говорил Кошек И Собак У кошек Все стабильно И все Хорошо У собак Все рвется Кошки Живут Гораздо Дольше Чем Собаки Дольше Всех Живет Живут Киты А среди Них Гренландский Кит 240 Лет Известно И гибнет Он не потому Что дряхлеет Или еще Что-нибудь Гибнет Он исключительно По химическим Причинам Хрусталик Мутнеет Он Перестает Видеть Добычу Или Разбивается Оскалы Или Помирает С голоду Ну вот Здесь его геном Очень стабильный По сравнению С другими Млекопитающими Вот здесь Вот некоторые Виды Грызунов И показано Сколько лет Они живут Если мыши Крысы Там Живут Очень мало Это Один Два Максимум Три года То некоторые Виды Грызунов Живут Гораздо Дольше Если сравнивать Геномы Долго Живут Белки Ну вот Слева Которые Это стабильный Абсолютно Геном Стабильный Кариотип И жутко Перестроенный У мышей То есть Отсюда Возникает Вывод Что Стабильный Геном Это хорошо Для Особей Они будут Жить долго Те группы В которых Происходят Революционные События Бурные Перестройки Это может быть И хорошо Для эволюции Группы Но очень плохо Для каждого Отдельного Индивидуума Жить он будет Крайне мало Ну и вот это Замечательное Животное Я вам Обязательно Покажу Это так Называемый Голый Землекоп Животное Которое Живет На границе Между Сомали И Эфиопией Прогрызает Походя Совершенно Спокойно Гранит Один раз Построили Аэродром Бетонные Плиты Уложили Через Пару лет От них Не осталось Ничего Они съели Все Вплоть до Арматуры Вот Живут они Колониями Там есть Царица При царице Там Три-четыре Сменных Мужа Все остальные Их охраняют Животные Исключительно Ласковые Враги у них Только одни Это змеи Вот с ними Они бьются Постоянно Теперь Считается Что это Тот Святой Грааль Который Нашли Молекулярные Биологи Если Аналогичны По размеру Мышь Или крыса Мышь Даже По размеру Аналогична Она Живет Вот как я уже говорил Один Два Ну максимум Три года Эти животные Живут Вечно Зафиксирована Их дата Смерти Это 28 лет Ну то есть Представьте Там Два года И 28 лет Размерного Одинакового Животного И погибла Она только потому Что упала Со стола Вот То есть Убить их Они не болеют Раком Ну то есть Сейчас Их набрали Во многие Лаборатории И пытаются Изучать Ну различные Аспекты Их биологии В том числе Естественно И на геномном Уровне Вот Известны только Но факты Гибели их Ну при различных Таких вот Травмах Падениях Лопатой Кто пришибет Вот То есть Не болеют Не дряхлеют Не умирают Естественно Это животное Вызывает Бурный интерес Во всем Нет У него Во всем мире В молекулярно Биологическом мире Ну и еще Один вывод Из этого Если посмотреть На голых земляков Вывод еще один Что очень Правильная форма Правления Это монархия В форме Как раз Екатерины Великой Вот То есть Тогда Все подданные Будут жить Замечательно Если нам Брать пример Землякопов Ну вот Вы видите Что на каком-то Этапе Мы Наше эволюционное Древо События Их Практически Все Отметили И для Составления Эволюционного Пазла Осталось Собственно говоря Не очень И много Но Должен сказать Что своими Методами Мы не читаем Книгу Жизни Мы читаем Только Название Книги И Название Глав И очень Очень Краткое Изложение Что там Происходит А реально На самом деле Для того Чтобы разобраться Что же было В эволюции Это конечно Нужно Проводить Сделать Проект Провести Работу Аналогичную По То что Сделано По Секвенсу Генома Человека Ну Как вы знаете На эту работу В свое время Было затрачено Почти 3 миллиарда Долларов Естественно Дальше Это стало Все несколько Дешевле И вот На эти виды Были потрачены Уже Не миллиарды А миллионы Долларов Но все равно Страшно Дорого Но за это время Прогресс Чисто Технологический Идет И считается Что скоро Скоро Секвенирование Одного Генома Будет Ну Порядка От 50 И даже Может быть 10 тысяч А может быть И еще Дешевле Вот И где-то В 2008 Году Я получил Письмо Вот от этих Трех Друзей Это Оли Райдер И Хауслер Дэвид Хауслер Из Калифорнии И мой Друг Стив О'Брайен Это Из С другого Побережья Соединенных Штатов Они говорят Что давайте Затеемся Амбициозный Международный Проект По секвенированию Геномов 10 тысяч Видов Позвоночных На начальном Этапе Нас было 23 человека Которые Этот Проект Обсуждали И в качестве Интернационала Кроме Американцев Я там Был Один Сейчас Народу Стало Больше И О чем Собственно Речь Если Сравнить Прочтение Генома Человека С чтением Одной Книги То Секвенирование Большого числа Видов Это конечно Это уже Создание Библиотеки А библиотека Всегда лучше Чем Одна книга По крайней мере Там Вычитать Много Будет Много Более Интересных Вещей Что Предполагается В этом Проекте Сделать Сейчас Мы Объединились И идет Сбор Материала Это И рыбы И рептилии И амфибии И естественно Млекопитающих И млекопитающих Среди этих Десяти тысяч Видов Для которых Планируется Секвенирование Будет Конечно Больше всего Вот последнее Как скажем Время Даже последний Можно сказать Месяц Мы обсуждали Кого И как И где Будем Секвенировать Сейчас Распределилась Работа Таким образом Что выбирали Первые Две сотни Видов Для двух Различных Лабораторий Я очень Рад Что К моему Мнению Тоже Прислушивались Ну вот Это Собственно Эмблема Этого Консорциума Геном 10К Что мы Там Собираемся Делать Описано И Ну вот Забавно Такая Вещь Я Еще был Большим Сторонником Чтобы Как можно Больше Помимо Млекопитающих Видов Сделали Вот Например Хвостатых Амфибий Но ребята Поскольку Они Американцы Объяснили Мне Что Посмотри Какой Геном Огромный У амфибий И Какой Маленький У человека То есть На секвенирование Генома Любой амфибии Нужно Потратить Денег 4-6 раз Больше Чем на Секвенирование Генома Любого Из видов Млекопитающих И пока Их Трогать Не стали Ну вот Виды Которые В ближайшее Время Геномы Которые В ближайшее Время Секвенированы Тигр Естественно Мой Любимый Трубкозуб Бобр Это Слепушонка Тоже Наверное Про нее Еще Поговорим Киты Голый Землекоп Без него Теперь Никуда Вот Только Что Мы Отправили Крота Нашего Алтайского Который Вот Здесь Ну и Бурый Медведь Без него Теперь Никуда И даже На каком-то Этапе Знаете У меня Как скажем Мысль Появилась Над которой Я потом Долго Хохотал А не затеет Ли что-нибудь Похоже Еще и В России Но потом Представил Что да Приборы У нас Будут Ну процентов На 40-50 Дороже Реактивы Раза в 3 В 4 Дороже Ну ладно Деньги в России Немеренные Можно их найти Но я себе Представил Нашу Таможню Когда мне Пойдет Какая-нибудь Проба И ее Арестуют И отдадут Мне только Тогда Когда она Сгниет То есть Сделать Здесь Что-либо В принципе Невозможно Контрабандисты Есть Но Это Проблему Для себя Очень быстро Решила Другая страна Собственно Даже Можно сказать С моей Подачи В туда Включили Китайцев Что сделали Китайцы Они закупили 170 Новых Секвенаторов Нового поколения Организовали Быстренько В течение Двух лет Институт По изучению Геномов И теперь Большая часть Работы Будет делаться В Пекине И в Гонконге Так что Это И Дай Бог Нам Зацепиться За хвост Великой Научной Страны Китая И Хотя бы Какое-то Время Продержаться Благодарю За внимание Давайте Перейдем Наверное К вопросам К вам Да О Давайте Отсюда Начнем У меня Такой Вопрос Вот Происходит Эволюция Происходит Эволюция Разных Видов И так Далее Они В результате Эволюции Изменяются А какие Вот Исходные Факторы Определяет Эта Эволюция Почему Именно Так А не Это Ну Я думаю Что здесь Факторы Двухсторонние Это С одной Стороны У нас Есть Среда К условиям Которые Этот вид Должен Приспособиться А с другой Стороны У него Есть Геном Который В Информации Записанные Внутри Которого Даст Возможность Или Приспособиться Или Не Приспособиться Или Приспособиться Особым Образом Это Вопрос На самом Деле Безумно Сложный Иногда Считается Что Может быть Среда Это По боку Все Записано В геноме И он Сам Знает Куда И как Это Животное Вести То есть Это По сути Дело План Не Только На его Настоящее Но и План На будущее Возможно В этом Тоже Точке Зрения У меня Ребенок Учится В седьмом Классе По учебникам Зоология И получается Их Учат Уже Устаревшей Зоологии Да Пожалуй Что Да А Нет Ну А это Как скажем Никакое Учение Ну не напрасно И пусть он Знает Ту зоологию На самом деле Она не хуже Чем Вот То что Я вам Рассказывал Еще Где-то Лет Пять Шесть Назад Сходились В грудки С классическими Систематиками И палеонтологами Они говорили Что за придурки Вот что вы придумали С теми же самыми Афротериями Как может Землеройка Быть родственником Слону А теперь Они мне отвечают Что И в учебниках Палеонтологических Американских А мы Всегда так думали Не зря Мы вот эту Землеройку Назвали Слоновой Землеройкой Не могут же Они каждый год Переделывать Уже Такие Университетские Учебники уже Переделаны Можешь Умничать На уроках Подержу Предыдущего Оратора И спрошу А где можно Достать Учебники Нового типа Он хочет Умничать Еще лучше Ну вот Насчет Учебников Я как-то Да Ну давайте Скажу 800 лет Пойдет Чисто теоретически Скажите Скажите Пожалуйста Вот Прозвучало Такое Слово Канцерогенез Вообще Удавалось ли Ну не то чтобы Конечно удавалось Что вы можете Сказать О каких-то опасных Тенденциях Для Ну Которые Приходилось Наблюдать Имеется ввиду Человека Опасное влияние Среды Или еще что-то Вот Именно так Это Как скажем Один из Ну по крайней мере Для меня Насущных вопросов Про канцерогенез Человек Как скажем И любой Вид Млекопитающих Устроен Так Что Если его Не убивают Лопатой Он не умирает От инфаркта Или Инфекционной Какой-нибудь Болезни Он обязан Просто умереть От рака Просто если Как Вот мой Уже покойный Кстати Который тоже Умер от рака Молекулярный Учитель Лев Львович Киселев И онколог Очень известный Говорил О том Что когда Человек умирал От чего-нибудь Он говорил Что он Не дожил До своего Рака Это Наша Судьба И поэтому Фантастически Интересно Что есть Есть Млекопитающие Которые Раком Не болеют Вот это Вот Ситуация Просто Как скажем Не укладывается В голову Почему Обязаны Но не болеют А Почему Обязаны Устройство Генома Такое Что в конечном Итоге После Определенного Числа Так скажем Изменений В геноме Которые На самом деле Накапливаются В каждой Ткани Она Обязана Переродиться Просто-напросто Где прорвет Ну Это Индивидуальная Особенность Каждого Это условия Среды Все что угодно Но Как скажем Рак Это наше Проклятие Я не знаю Это не проклятие Может быть Как скажем Еще один вопрос Например Той же самой Онкологической Литературе Сколько денег Вкладывают В изучение И лечение И так далее Вот И есть статистика Ну по крайней мере По развитым странам Сколько бы денег Не вкладывали В изучение И лечение Онкологии Смертность Продолжает Не снижаться А быть Ровно Такой же Как она и была Правда Там есть Некоторое Лукавство Потому что Наверное Есть снижение Потому что Стали гораздо лучше Лечить Инфекционные Заболевания И сердечные Заболевания Но Вот это Меня просто Потрясло Когда там Умирало Сколько-то людей От онкологии Так оно до сих пор И есть То есть Если снижение Есть Но оно Очень незначительное Еще один вопрос Известно Что Нет 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 Потому что Они все-таки Как скажем Вот Изучим Этого голого Землекопа И они все Нам понадобятся Можно вопрос Да Вот Меня интересует Во время беременности Часто делают Анализы Ну Не часто Но иногда Чтобы определить Есть ли мутация В хромосомном наборе Да Как правило За мутации Вот какие-то За какие-то Заболевания Если попались Дауны И так далее Отвечают Мутации В последних Хромосомах Вот там 24 И так далее Ну вы поняли Что им Да Мне интересуют Первые хромосомы Уже известно За что они отвечают Нет Конечно известно Просто-напросто Вот эти маленькие Хромосомы В них мало генетического Материала Мало Относительно Мало генов И те Кто у кого Добавочная такая Хромосома Появляется Как при дауне Или исчезает Как скажем Может выжить Хоть будет Извиняюсь И патология Но он может А если там Лишняя большая Хромосома То он еще Погибнет На самых ранних Стадиях Развития Вот и все Я Очень порадовался Что вы сказали Что увлекаетесь Геронтологией Я собственно тоже Я к вам пришел на лекцию Как Практику К сожалению Вы продемонстрируете Больше описательную часть Есть в вашей работе Все таки Вот такие Действенные вещи Ну в частности Можете ли вы Что-нибудь сказать О Таком модном явлении Как преодоление Порога Хейфлика Например Ведь канцерогенез Это не единственное Средство уничтожения Человека Да 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 Есть говорю Что на самом деле Вот недавно Я очень рад был Что это работа Моего В прошлом ученика В Соединенных Штатах Где Им Манипулируя С различными вещами С Стеломерами Стеломеразами Удалось Вроде как Этот процесс Перенаправить Мышей По крайней мере Вот И Клетки Приобрели Возможность Гораздо большего Деления Без Без Ну пока нет Пока неизвестно Там они Вот этот вопрос Остается С канцерогенезом Вот Потому что Ну чем раковая клетка Отличается от обычной Тем что она может Бесконечное число Раз делиться В то время Как нормальная клетка Ну там скажем Поделилась 50 раз И умерла Вот Именно за счет Вот этих Изменений В размерах Теломерных районов Работать Теломераз Там Ну и так далее И так далее А вот Сколько может прожить Этот голый землекоп Если с ним Ничего не случится Не знаю Детей очень беспокоит Это Предмет Вашего дальнейшего Изучения Скажите пожалуйста Много ли Много ли существует Палеонтологических Каких-то Данных Которые Как-то отражали бы Вот то что вы исследовали То есть которые Как-то может быть Подтверждали это Или Как-то были с этим Связаны Нет Они все связаны И все как-то Так или иначе Подтверждают Другое дело Что Вот очень бы хотелось На самом деле Работать ДНК Древних видов Но У нее такая Специфика Что так скажем Мы можем Изучить Пытаться изучать Геномы Но максимум Может быть Лет 200 От силы Про то Что погибло Миллион лет назад Мы ничего не знаем Про их геномы И поэтому Там уже Возможность Фантазировать Какие Угодно Ну вот вы видите Что на самом деле Как интересны Это виды Которые мы можем изучать Современные виды Вот И что нафантазировано С видами Которые были раньше Но это тоже Область науки Безумно интересная Палеонтология И Я со многими Палеонтологами Дружу И счастлив Что они работают По крайней мере Это дает возможность Ну Поприкидывать Что было раньше Вот Что исчезло Что появилось Ну безумно жалко Что Генетикам Туда уже конечно Никогда не добраться Можно вопрос А Вот как Как Геронтолога Можно вас спросить Я не геронтолог Спасибо Но человек Который увлекается Геронтологией А вы сравнивали Геномы Например Долгожителей Ну среди людей С геномами Тех животных Которые долго живут Или может быть Какие-то есть Физиологические особенности Вот у этих животных Которые Ну Сейчас я вам совсем Если фантазировать То можно ли Как-то там В перспективе Перенести на человека Чтобы Чем надо Нам походить На них В общем Чтобы жить дольше Нет Молодые девушки Тоже думают об этом Чтобы жить дольше Я не знаю Но я вам Одну замечательную Историю расскажу В свое время Был такой Генерал-лейтенант МВД Крылов Которого Считается Что его замучил Чербанов Он потом Застрелился От этого А на самом деле Я всегда говорил Что он застрелился Сколько прочитал Ту докладную записку Которую ему писал В 75-м году Вот От МВД Поступил заказ К Дмитрию Константиновичу Беляеву Что давайте Вот Поизучаем Генетику Преступников Чем они От нормальных людей Отличаются Вот В это время Появились Замечательные Цитогенетические методы И мы стали изучать Подрастрельные статьи Белых воротничков Сидящих Ну и себя грешных Заодно Вот Оказалось Что Различные группы Отличаются Размерами Так называемых Гетерохроматиновых блоков Первые работы Были совершенно Потрясающие Чем Больше этих блоков Чем больше Например Игрик хромосома Тем более Зверское преступление Совершал этот человек Ух Или способен был Совершать Вот Ну параллельно Я смотрел Соответственно Всех своих Окружающих Вот Меня совершенно Холоднокровно Можно было Как грань Это между Тогда Самый максимальный Срок был 15 лет И расстрел Вот я проходил Где-то По это Это как За особо Зверские преступления Вот Предлагал В свое время Дмитрий Константинович Дмитрий Константинович Беляеву Давайте я Ваши хромосомы Посмотрю Он говорит Я бы Говорит Тебе дал Но ты же Говорит Паразит Всем остальным Расскажешь Про директора Потом все Что узнаешь Ну вот К сожалению Эта работа Кончилась печально Мы так Ничего толком Не узнали Корреляции Все кончились Вот Но В памяти Она у меня осталась Особенно Осталась Одна Что Привозят Хромосомы Как скажем Кровь От Самых Жутких Урок Обычные Хромосомы А среди Обычных Хромосом Встречаются Какие-то Жуткие Совершенно Монстровидные Структуры Да Это Хроматин Да Это Куски Хромосом Откуда Что Вот они Самые Уголовники У них Вот такое Вот есть Оказалось Эти паразиты Для того Чтобы попасть В больницу Курили Пластик Вот И у них С хромосомами Происходили Страшные Вещи Мы потом Их Смотрели Вот Когда Они там В больничке Полежат Все это У них Исчезало Ну я понял О приматах У приматов Очень-очень По-разному Вот сейчас Вот буквально Где-то Несколько Дней Назад Вышла Замечательная Статья По эволюции Геномов Приматов Как раз Первым Автором Поля Перельман Это Сотрудница Нашей Лаборатории Чем я Безумно Горжусь И они Изучили Всех Приматов И их Родственников Начиная От Тупай И шерстокрылов Вы про таких Наверное И не слышали Вот И потом Это Полуобезьяны В смысле Лемуры Лори Всякие Вот Долгопяты Широконосые Узконосые Обезьяны Обезьяны Африки Обезьяны Южной Америки И Ну Вплоть до Человекообразных Там Ситуация Такая Что Человек Довольно Консервативный Вот например У человека И он живет Довольно Долго Среди Приматов Есть Несколько Групп Вот например Те же самые Гиббоны У которых Все это Гораздо Более Перестрово Или Обезьяны Крикуны Ну Естественно Я пытался Прикинуть Но это Не та Группа Которая Наиболее Контрастная Чем Вот как У грызунов Например Да Есть Что-то Такое Вы сказали Что долгожители Лысые Голые Землекопы Гоблые Землекопы Они Битают Рядом С Эфиопией Ну А их Употребляют В пищу Эфиопы И наблюдается ли У них Какое-то Действительно Неизменение Хромосом То есть Они как бы Позже Заболевают Раком Почему я еще Говорю Что особое Внимание Обратил Потому что Я гоняюсь За хромосомами Этих Землекопов Уже на протяжении Нескольких лет И все время Они проходят Мимо Сейчас вроде бы Для меня Для нас В Америке В одной лаборатории Сделали То есть В ближайшее время Доставят их сюда Мы их изучим И тогда я вам Что-нибудь Расскажу А по поводу Кто-нибудь Кроме змей Я не знаю Чтобы их кто-то ел Там Большей частью Мусульманское население Вот Вряд ли Она землекопов ест Спасибо за лекцию Было очень интересно У меня такой вопрос Вы показали Очень много Изображений Кореотипов И в каждом Кореотипе Хромосомы Очень сильно Различаются По размерам И часто Они от маленькой До большой Очень плавно Перетекают Почему именно так Почему они Все одинаковые Ой, а кто бы знал Потому что Очень по-разному Геномы устроены Например У рептилий и птиц Большей частью Там несколько пар Крупных хромосом А все остальные Точечные Зачем? Для чего? Никто не знает У млекопитающих Все-таки Немножко по-другому Там Ну, как правило Убывающий ряд Хотя тоже бывают Всякие кореотипы Вот А вот Рептилии и птицы Ну, зачем? Кто такое придумал? Для чего? Нет Никто не знает Скажите Есть ли в вашей работе Практический аспект? И что вы считаете Лучшими достижениями В практическом смысле? Что вы имеете в виду Под практическим аспектом? Я имею в виду Ну, то, чтобы Для человека, положим Имело бы какое-то значение Практическое Да, чтобы Ну, я понял Ну, довольно долго Мы Как скажем На базе нашей лаборатории В свое время Возникла вся диагностика Цитогенетическая И в Новосибирске И в значительной мере В Советском Союзе То есть Все цитогенетики Которые Так или иначе Которые потом занялись Практической диагностикой На хромосомном уровне Так или иначе Стажировались здесь В Новосибирске Вот у нас Или еще раньше У Юлия Яковлевича Керкиса Это все было Потом Значительное время Мы потратили на Работу в программе Геном человека И именно Занимались Своей частью работы По изучению Именно канцерогенеза Генов ответственных Ну, например За карциномы почки Там и так далее Их локализация Поиски Полиморфизма Это с нашими Шведскими Американскими Ну, практически Это вклад Ну Наверное, да В дальнейшей перспективе Я думаю, что Вот из того Что мы делаем Практических направлений Можно набрать Бесконечное число Другое дело Работа в той же Программе Геном человека Она была Я представлял Что она Была интересная Нет, вернее Так Очень важная Очень полезная И в плане развития Лаборатории Ну, ей-богу Так мне было Тогда скучно Вот Ну, это По сути дела Такая Пахота Встал с утра Заплуг И одно и то же Каждый день То, что делаем сейчас Это все-таки Как скажем Каждый день Что-нибудь новенькое Я думаю, что Перейдем Давайте теперь Пускай Зал поговорит Да Я думаю, что Мы перейдем Теперь к вопросам К залу У нас есть Такие Великолепные Магнитики Да Очень красивые Керамические Расскажите историю Создания магнитиков А Это Тематически Это как раз Нечто древнее Вымершее А под ним В качестве остатков Аскелета Хромосомы Это тна Из эмблем Нашей лаборатории Вот Я имела в виду Про автора А автора Это Саша Шершов Он когда-то Был Моим Аспирантом А теперь живет На Алтае И помимо всего прочего Как развлекается Он прекрасный художник Прекрасный рукодел Вот И Делает всевозможные фигурки В том числе Вот такие вот По нашему заказу Я думаю, что Давайте начнем Первый вопрос Прямо отсюда Я не буду бегать С микрофоном Потому что Ответов будет много И выиграет тот Кто скажет последним Будем перечислять породы собак Нет Так Чау-чау Есть Молодец Точно Хорошо Хорошо Бульдог Есть такая бульдог Есть Только разный еще Бульдогов много Обобщили вот так вот Лишили часть Кого Вы называете Как Бородатый колик Есть Замечательно Русская овчарка Подождите Это какая А Восточноевропейская Добавляет мама Это не порода Какая Азиатская овчарка Засчитана Ласка Лайка Лайка Подойдет Ну подойдет Гончия Бафу Да О замечательно Пшеничный интерьер Ну Ну да Тем более что это моя внучка Ну что вы прямо Вы даете все секреты Ротвеллер Спаниель Пудель Кто Волк Нет такого Хатка Да Кто еще раз Я такой не знаю Придется спускаться Так Есть такое Есть Ну тут конечно Называйте Маламут Да Есть Такой даже я слышала Да Кто А у нас еще не было Пшеницеля А Идите сюда Идите сюда Идите сюда Идемте 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 Шпиц Шпиц Есть Не уходите Видите Они как вяло отвечают Сейчас Уйдете с призом Баллонки Баллонки не было Я точно знаю Была 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 Баллонка Была Баллонка Такого не было Нет не было А их много Так что всех Можно перечислять Лабрадор уже был Доги Вон Доги Доги были Ну Кто Это Знание английского Немец Мопсы Да Мопсов По мне Не было Кто еще раз Баллонка Была Невредка Это порода Отдельная Да Да Это было Мы вашу внучку считаем Она сейчас заберет Магнит Кто Не было Такой Да В лайки Уже Как-то Их всех Купом Назвали Почему Ну Пусть будет Восточный Сибирь Нет Хорошо Хорошо Маламуты Тоже лайки Придется спускаться Они что-то кричат Мастина Неаполитана О как умно Мастина Неаполитана Китайская Кто Хохлатка Боксер Это было Бульдоги Были Бультерьеры У нас были уже Не было Бультерьер Таксы Были Борзы Были Не было Таких Я уже не спрашиваю Есть или нет Карликовых Пинчеров Не было Бультерьеры Были Фокстерьеры Были Боже мой Какой ребенку Книжку досталось Ну-ка покажите Откуда вы Счерпаете Свои знания Джек Лондон Белый клык Сектора Не было Ну как Сектор Исчерпал Все наши Возможности А кто 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 Как Засчитываем Кольни Не было Кольни Не было Девушка Я такого Не повторю Кэри Блю Вот Корги Не было Такого Я Не слышала Еще Этого Кто Такого Тоже Не было И Такого Не было Что Все Водолазы Были Як Терьер Не было Да Об этом Тоже В Джеке Лондоне Написано Вы Сначала Назвали Всех Борзых Скопом А теперь Прибавляете К ним Прилагательные Нечестно Да Такого Нормально Но Как Дворнягу Как порода Засчитываем А Давайте Давайте Там Знаток Шнаут Я вас исключу У вас там что Интернет Или что Ну хорошо Все по-честному Ладно Было Был маламут Тоже Было Знаете Я предлагаю Остановиться Тоже Было На дворняге Это какой-то Общенациональная Порода Давайте Ну По-моему Был Пекинез Давайте Дворнягу Автора Дворняги Сюда Вызовем Ребенку Дадим На всякий случай Сказать Это он Сейчас Пол истопчет Болонка Болонка Была Я вам Передаю Для Вручения За Самую Ценную Породу Замечательно Следующий У нас вопрос Был Возможно ли Реконструировать Парк Юрского Периода Возможно ли Это Нет 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 Пессимисты Какие Ну давайте Уже Сам лектор Сказал Что даже Глубже Чем на 200 лет Они не могут Нырнуть Нету там Ничего живого Все окаменевшее Устраивает Такое Устраивает Ну давайте Еще и знаток Пород Поаплодируем Да Так И последний У нас вопрос Был по поводу Y-хромосомы Он был у нас И на афише Как зачетный Можно ли Быть мужчиной Не имея Y-хромосомы Нет Тут Давайте Перефразируем Вопрос Несколько Как скажем Это С грузинским Аспектом Не мужчиной Самцом Да Самцом Хорошо Самцом Мужчины Знают Все Об этом Если Если ты Дрозофила То можно Ну А если Млекопитающее Так Давайте Млекопитающими Ограничимся Ну Дети У нас Знают Все Об Y-хромосомах Может быть Об Y-хромосомах Не знают Видимо О самцах Знают По 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 Моему По По Моему Во-первых Потому что Есть Гермафродиты То есть Имеющие И мужские И женские Половые Примники А во-вторых Может быть Существо Может болеть Бесплодием И все Нет Нормальный Самец Не Гермафродит Вот Вот Нормальный Не больной Здоровый Хороший Самец Крепкий Так Скажите Честно Это не ваши Студенты Сидят Отчасти Нет Нельзя Потому что В игреке Там Ген Отвечающий За включение Мужского Пола Ладно Вы не сдали Зачет И экзамен Ладно Пока у нас Не кончился Заряд Я не знаю Кому мы Этот приз Оставим Как долгоиграющий Я так понял Что Я знаю Тут часть народу Легко ответит На этот вопрос Но Мы им слова Не дадим Поскольку Они непосредственно Этим занимаются А Попробуем Вот Подождите Еще Женские Это не ответ На вопрос Там нет Никаких Подсказок Давайте Я вам покажу Никто Не желает Ответить Вот Про Этого Зверя Ничего Подобного Ничего Подобного Ну вот Долгое Время Как Скажем Считалось Что У млекопитающих По крайней Мере Это Два Икса Это Самка Икс Игрек Это Самец Пока Не обнаружили Вот таких Уже Опять же Замечательных Животных Это Называются Они Слепушонки Один из видов Вот живет Здесь У нас У некоторых У некоторых Одного из видов У них И самец И самка Имеют Полопределение Икс Ноль Один Икс У самца Один Икс У самки Никаких Генов Которые У других Млекопитающих Лежат На Игре Хромосоме Там Не обнаружено Как это Они Живут Чего Это Такое Происходит Ну Нет У них Мужских Генов А вот Это У них Получается Самец Вот Это Самка Половина Там Рождается Самцов Половина Самок А геномы Абсолютно Идентичны Вот Здесь Живет Еще Более Интересный Вид Ну Или Не менее Интересный Та же Самая Слепушонка Два Икса То есть Полностью Женский Кореатив У Самцов И У Самок А кто Их Знает Дугенов Там Та же У других Млекопитающих Самцовых Там Нет Вот На Такой Загадочной Ноте Мы Сегодняшнюю Встречу Заканчиваем Давайте Поблагодарим Нашего Великолепного Лектора Огромное Спасибо Подождите Подождите У меня еще есть Александра Дубынина У нас К сожалению Сегодня нет Для вручения Призов Можно ему Помахать Он нас смотрит В онлайн Трансляции Спасибо Пожалуйста Я надеюсь Что вы Это с эмблемой Нашего Science Cafe Пейте Чай Вспоминайте о нас И приходите Обязательно еще Спасибо Нам очень понравилось Спасибо вам большое Спасибо вам большое Спасибо вам большое Спасибо вам большое